В науке об электричестве и магнетизме есть такие вопросы, которые вроде бы формулируются на школьном уровне, но на них не так просто ответить. И сегодня мы поговорим о некоторых из этих вопросов, связанных с вот этим простым электрическим моторчиком. Этот мотор состоит всего из трех элементов. Батарейки, установленных под ней стопки неодимовых магнитов и рамки из медной проволоки. Я думаю, что почти все вы видели его на ютубе, а многие из вас его и делали. А давайте теперь уберем изолирующую прокладку и запустим его. И вот он набирает свои обороты. К сожалению, батарейка в этом двигателе очень быстро садится, потому что она фактически замкнута накоротко через рамку. А теперь я его все-таки снова запущу и начну задавать свои вопросы. И первый вопрос будет самым простым. Какие силы приводят рамку в движение? Нарисуем электрический ток, который течет по рамке, а потом замыкается через магнит от плюса к минусу. Теперь изобразим силовые линии магнитного поля, которые замыкаются от северного полюса магнита к южному. На провод с электрическим током, находящийся в магнитном поле, действует сила ампера, которая направлена перпендикулярно плоскости рамки. В правой части чертежа сила ампера смотрит на нас, а в левой от нас, создавая действующий на рамку вращающий момент. Так что если смотреть на мотор со стороны батарейки, рамка будет вращаться по часовой стрелке. На первый вопрос мы ответили, а теперь можно перейти ко второму вопросу. Когда я запускаю двигатель, он сначала набирает обороты, а потом переходит на постоянную частоту вращения. Ну и соответственно можно спросить, а чем определяется эта предельная частота? Почему сила ампера не разгоняет мотор дальше и дальше? И в голову приходит несколько вариантов ответа на этот вопрос. Во-первых, рамка может тормозиться силой трения в верхней точке и на щетках. Но сила трения не очень быстро растет с оборотами. Так что вряд ли рамка тормозится этой силой. Второе соображение это сила сопротивления воздуха. Но опять же при тех небольших оборотах, которые набирает рамка, сила сопротивления воздуха еще весьма невелика. Ну кажется, что тормозящие силы этим исчерпаны. И если их не хватает на то, чтобы остановить рамку, может быть дело в другом. В том, что сама сила ампера уменьшается при увеличении оборотов. За счет чего она может уменьшаться? За счет уменьшения силы тока. Ну соответственно мы должны спросить, а почему может уменьшиться сила тока? Ну конечно у нас батарейка со временем садится. Но неужели это все происходит так быстро? А если бы батарейка садилась дальше и дальше, то рамка совсем бы остановилась. Но тем не менее она пока что еще продолжает вращаться. Ну вот если посмотреть на то, как устроены щетки, то приходит в голову еще такое соображение, что все это хозяйство так довольно хорошо пружинит. И при больших оборотах щетки могут отскакивать от магнитов, время контакта уменьшаться. И за счет этого средняя сила тока текущего по рамку делается все меньше и меньше. Ну и похоже, что в практическом плане именно этот ответ является верным. Хотя мы конечно можем задать и теоретический вопрос. Вот если бы сила трения была устранена, и мы поместили бы рамку и весь мотор под колпак откачали бы в воздух, устранили тем самым полностью силу сопротивления воздуха, и сделали бы такие щетки, которые не теряли бы контакта с магнитами, спрашивается тогда вот в такой теоретической ситуации, неужели мотор бы разгонялся силой ампера беспредельно? Или все-таки он достиг бы какой-то частоты вращения и дальше уже не наращивал свои обороты? Давайте попытаемся ответить на этот вопрос. Давайте снова обратимся к нашему чертежу. Когда рамка движется через поперечное магнитное поле, в ней возникает ЭДС индукции. По правилу Ленца, это ЭДС ослабляет действие ЭДС батарейки. И этой ЭДС индукции тем больше, чем быстрее вращается рамка. Так что при какой-то предельной скорости вращения суммарное ЭДС станет равное нулю. Ток в рамке упадет до нуля, и дальше рамка при отсутствии тормозящих сил будет вращаться по инерции с постоянной скоростью. Ну и теперь давайте оценим, с какой скоростью должна двигаться рамка, чтобы ЭДС индукции составляла порядка 1 вольта. Магнитное поле В в окрестностях магнита составляет порядка 1 десятой теслы. Ну, соответственно, эти окрестности, они по размеру это порядка 1 сантиметра, 1 сотой метра. Соответственно, БЛ в этой формуле это 1 тысячная. И чтобы здесь получить единичку, надо, чтобы скорость составляла порядка 1000 метров в секунду, километров в секунду. Ясно, что мы этой скорости и близко не достигаем. И это означает, что в реальности скорость вращения рамки определяется устройством щеток. И таким образом мы ответили на второй вопрос. А теперь мы переходим к третьему вопросу, вызывающему наибольшие споры в интернете. И недавно этот вопрос задавал Игорь Белецкий в своем ролике, посвященном аналогичному мотору. Если рамка раскручивается, значит, она от чего-то отталкивается. Так от чего же она отталкивается? И некоторые люди считают, что, наверное, она каким-то образом отталкивается от магнита. Но если это происходит, и рамка раскручивается и вращается в одну сторону, то магнит должен вращаться в другую сторону. Ну, правда, он этого не делает из-за силы трения его сцепления с опорой. Однако нетрудно показать, что магнит, поскольку он магнит, никакими силами раскручиваться не может. И сейчас мы это сделаем. Дело в том, что цилиндрический магнит с его магнитным полем всегда может заменен на эквивалентную систему кольцевого тока, текущего по поверхности этого магнита. Ну, естественно, себе представлять его как такую катушку с током, небольшой соленоид. И если рамка отталкивается от магнита, это означает, что вот эта катушка с током должна магнитными силами каким-то образом раскручиваться. Ну, тогда эти силы должны быть параллельны току, или, по крайней мере, иметь такую продольную вдоль тока составляющую. Но магнитные силы, действующие на ток, это все та же сила ампера, всегда перпендикулярны направлению тока, а значит, никаких продольных сил вдоль тока магнитного характера существовать не может. И рамка от магнита не может отталкиваться. Другие, более продвинутые люди, говорят, ну, посмотрите, ведь рамка разгоняется магнитным полем. Может быть, она и отталкивается от этого магнитного поля? Ну, смотрите, когда рамка разгоняется, набирает обороты, она приобретает некоторый момент импульса. Ну, представим себе, что вся система была бы или подвешена каким-то образом, или стояла бы на плотике, так что сила трения не препятствовала бы вращению. Но тогда, казалось бы, какая-то другая часть системы должна была набрать противоположный момент импульса в силу закона сохранения момента импульса, который вначале был равен нулю. Ну, вроде бы тогда у нас нет вариантов, кроме одного, чтобы батарейка и магниты вращались в другую сторону по сравнению с рамкой. Но мы же только что доказали, что магниты разгоняться магнитным полем не могут. Но всё это было про них сказано, когда магниты рассматривались в качестве магнитов. А ещё они при этом являются проводниками, по которым течёт электрический ток, замыкающий цепь. И он, между прочим, течёт и через магниты, и через батарейку. Так что цепь оказывается замкнутой. Нарисуем этот ток, текущий по магнитам и батарейке. А ещё нарисуем силовые линии магнитного поля B внутри магнита. И на этот ток со стороны этого магнитного поля тоже действует сила ампера. Но теперь она в правой части направлена от нас, а в левой на нас. И она раскручивает батарейку с магнитами в противоположную сторону по отношению к рамке. Ещё раз хочу подчеркнуть, что магнит выступает здесь в двух ролях. И как источник магнитного поля, и как проводник, по которому течёт электрический ток. И теперь настало время для решающего проверочного эксперимента, для которого мы построили установку, описанную в статье Валерия Вильгельмича Майера и Екатерины Ивановны Вараксиной. Мы видим батарейку такого же размера с магнитами под ней. А рамка теперь крепится по-другому. В неё встроен один шарик от шарика подшипника. Этот шарик крепится к батарейке через два совсем малюсеньких магнита. И всё это хозяйство висит на большом шарике, который вмонтирован в неподвижный кронштейн. И такой подвес позволяет существенно уменьшить силу трения в местах соприкосновения шарика с тем шариком, который находится над ним, и с магнитиками, которые находятся под ним. А теперь вынем изолирующую прокладку. И мы видим, что рамка вращается в одну сторону, а батарейка вращается в другую сторону. Так что закон сохранения момента импульса в этой системе вполне выполняется. Если я удержу батарейку руками, то будет вращаться рамка. А если я удержу рамку, то будет вращаться одна батарейка. Чтобы стробоскопический эффект не мешал нам наблюдать противоположное вращение рамки и батарейки, мы засняли это вращение на скоростную камеру. Легкая рамка с большими плечами сил делает 13 оборотов в секунду. А массивная батарейка с маленькими плечами сил чуть меньше 3 оборотов в секунду. Ну а теперь я хочу задать вам заключительный вопрос. Если мы еще немножко видоизменим конструкцию и отделим магниты от батарейки, я установил здесь под батарейкой прикрепленный к ней такосъемник, а магниты закрепив неподвижно, изменится ли что-нибудь в работе этой конструкции или нет? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...